Вы любите расставаться с деньгами? Иногда мы это делаем с удовольствием. Например, приятно получать взамен честно заработанных денег что-нибудь красивое, вкусное, блестящее. Но разве можно себе представить человека, который радостно улыбается, заполняя налоговую декларацию? Согласитесь, никто не любит просто так отдавать свои деньги. Однако платить налоги приходится всем. Нас даже убедили в том, что это наша конституционная обязанность. Так давайте разберемся, что ж такое эти налоги, как сформировалась система наполнения государственной казны из кошельков граждан. Именно об этом наш фильм. На заре своей истории род человеческий жил свободно. Наши первобытные предки разгуливали по просторам матушки земли, истребляли всевозможную живность, собирали вешки и корешки и при этом не имели ни малейшего представления о том, что такое трудовая дисциплина и корпоративная этика. Мало того, они не платили налогов. Эта обязанность вошла в жизнь людей только с возникновением государства. Государство сменило первобытную вольницу в силу жесткой экономической и социальной необходимости. После того, как люди приручили животных и оккультурили растения, относительно небольшие площади земли смогли прокормить достаточно многочисленное население. Но когда на небольшом пятачке живет большое количество абсолютно незнакомых людей, и у многих из них почему-то с утра дурное настроение, возникает угроза общественному порядку. Для предотвращения этой угрозы требуются специально обученные граждане в форме, с дубинками, водометами и прочей амуницией. Стражей порядка приходится кормить, поить и одевать. Их командиров и начальство нужно также кормить, поить и одевать. Нет, пожалуй, это же еще лучше. А где взять средства на эти цели? Правильно, обложить данью населению. Этим совершенно официально занимается власть и называется такая сбор налогов. По-другому государству существовать не может. Только так можно содержать государственный аппарат и силовые структуры. Государство, как показывает мировой опыт, не может управлять населением исключительно мирными средствами. Никколо Маккиавелли, великий итальянский мыслитель, философ и политический деятель 15 века, человеческую натуру не идеализировал. Он был реалистом. В его бессмертном труде «государь» читаем. Нельзя покушаться на чужое добро, ибо люди скорее позабудут о смерти отца, чем об утрате наследства. Так неужели обычный, нормальный человек станет безропотно терпеть, если государство отнимает у него деньги? И стоит ли потом удивляться, что чрезмерное повышение налогов – отличный способ спровоцировать революцию? Кому есть немало примеров. И что делать? На такой экстремальный случай государство должно иметь мощные силовые структуры для обуздания непокорных налогоплательщиков. Но многочисленная полиция и армия требуют новых затрат. А это чревато очередным видком повышения налогов. И, как следствие, опять рост революционных настроений. Замкнутый круг получается. Вывод. Государство должно быть не только сильным, но и хитрым. Нельзя заставить? Нужно придумать убедительную идеологию. Массовое зомбирование населения изобрели не в 20 веке. До этого умные люди додумались очень давно. Мудрую и емкую фразу на этот счет сформулировал Карл Маркс. «Религия – опиум для народа», сказал немецкий классик. И был прав на все 100%. Мощные централизованные государства уже в глубокой древности опирались на хорошо разработанные религиозные системы. Богу Богово, а Кесарю Кесарево. Молись и плати. Церковь поддерживает государство, а государство никогда не забывает свою верную союзницу. Налоговые льготы для религиозных организаций далеко не современное изобретение. Давайте не будем обольщаться. В той или иной мере это делалось всегда и везде. Даже в так называемых светских государствах, где церковь официально отделена от государства, они действуют рука об руку. Напомним, что, к примеру, главой англиканской церкви в Великобритании является королева. Сегодня технологии промывания мозгов становятся все более изощренными и циничными. Среди всех орудий массового управления людским сознанием, религию, можно считать еще самым гуманным инструментом воздействия на психику. И в нашем 21 веке мир все так же далек от совершенства, как и на заре истории. По большому счету, с момента возникновения первых государств ничего до сегодняшнего дня не изменилось. Кто-то честно трудится, создает материальные и духовные ценности, оказывает обществу нужные и полезные экономические, социальные и прочие услуги. А кто да просто вытряхивает из кошельков граждан денежки на содержание чиновников, силовиков и служителей культа. Такова цена социальной стабильности и экономической обустроенности нашей вселенной. За все нужно платить. Это и есть тот самый пресловутый общественный договор. Мы вам деньги, вы нам стабильность. Но главное, чтобы плата не была чрезмерной. Цена должна соответствовать качеству. Именно этому наслучит вся мировая история. Египет. Страна пыльных пирамид и лукавых сфинксов. Здесь возникла одно из первых государств нашей цивилизации. 5000 лет назад на берегах могучего Нила начала формироваться эффективная государственная машина, способная управлять большими массами населения. Под властью лучезарных фараонов и мудрых жрецов сотни тысяч людей строили города, рыли каналы, шли в завоевательные походы на соседей. За счет чего работала вся эта система? Как был устроен такой мощный механизм власти? Над разгадкой секретов египетской цивилизации европейские ученые били Сталите. Все было напрасно. Таинственные иероглифы хранили молчание. Найти ответы на эти вопросы помог случай. Конец 18 века. Полководческий гений Наполеона привел французскую армию под семь пирамид. С их высоты на армию завоевателей сурово смотрят 40 веков истории. Конница мамилюков, мусульманских властителей Египта, готова обрушиться на французскую пехоту. Раздается громкая команда генерала Бонапарта, а слов и ученых на середину. О чем речь? Просто полководец четко и лаконично обозначил главную идею. Под защитой острых гренадерских штыков в центре четырехугольного каре в этот опасный момент должно находиться самое ценное. Ослы. Вечные животные. Пустыни их польза для армии несомненно. Еще одна ценность — группа ученых-египтологов под руководством Шампальона. Так считал Наполеон, который до поры до времени не распространялся о том, что одна из целей его похода — разгадка тайны иероглифов. Для французов египетская экспедиция оказалась успешной. Армия Наполеона разбила мамилюков, а Шампальон обнаружил знаменитый розетский камень. На этой каменной плите три раза был выбит текст одного и того же содержания. Одна надпись на греческом и две на египетском языке, иероглифами и с использованием упрощенной системы знаков. Наконец-то ученым удалось разгадать великую тайну иероглифов. А Наполеон, когда ему доложили о содержании надписи, узнал древнюю, как египетские пирамиды, формулу «власти над людьми». О чем поведал человечеству розетский камень? О том, как оживлять мертвых? О секрете превращения меди в золото? О способах построения летательных аппаратов? Нет, нет и еще раз нет. В 196 году до нашей эры на черном граните была выбита надпись, которая гласит «Великий фараон освобождает от налогов храм верховного египетского божества Аммона». Таким образом, все становится на свои места. Для правителей и служителей культа именно налоги и самый древний, в то же время самый действенный способ управлять людьми. А что получает человек взамен? На обязательство отдать государству свои деньги. Если коротко, достойные условия для существования. Строительство дорог, каналов, храмов, других общественно полезных сооружений – все это стоит денег. И государство должно принимать участие в таких тратах. Поэтому любая государственная власть основана на системе налогообложения. Причем, заметьте, в этом вопросе уже много веков назад египетские фараоны были заодно со своими верными жрецами. Союз правящей верхушки и важных религиозных деятелей – вариант беспроигрышный. Вероятно, поэтому через несколько лет Наполеон и заключил соглашение с католической церковью. Став к тому времени полноправным диктатором, он сделал правильный выбор. Для него гораздо выгоднее покончить с атеистическими экспериментами времен Великой Французской революции. С тех пор мы многое узнали о Древнем Египте, в том числе и о его налоговой системе. Информация эта весьма поучительна. Египет в эпоху своего расцвета представлял собой жестко централизованное государство. В экономике фактически отсутствовала частная собственность. Земля принадлежала государству. На ней трудились крестьяне, которым их участки сдавались в аренду. Можно сказать, организовано это было по принципу наших колхозов. Управляла государством могущественная бюрократия. Особое место в обществе занимала церковь. Жрецы самых разных богов признавали божественную сущность правителей страны – фараона. За это государство освобождало храмы от налогов. Система эта работала до тех пор, пока процветало сельское хозяйство, а египетская армия могла держать в страхе соседей. Но коррупция неумолимо разъедала египетское общество. Взяточничество чиновников, мздоимство жрецов и сборщиков налогов в конечном итоге привели к ослаблению и гибели самого могущественного государства древности. Давайте вспомним еще один пример из истории падения другой могучей империи. Древний Рим погубили ни жрецы, ни нашествия варваров. Думайтесь только. Огромная империя рухнула из-за налогов. Древний Рим погубили ни жрецы, ни нашествия варваров. Все было гораздо проще и печальней. Великий Рим уничтожили лень и жадность, лень пролетариев и жадность олигархов. Римская система налогообложения была очень своеобразной. Чиновники и столичное население налогов не платили. Зато мощное налоговое бремя ложилось на плечи трудолюбивых жителей провинции. Столица жрела, откупщики налогов становились настоящими олигархами. Они тратили сумасшедшие деньги на самые идиотские причуды. Могли, например, отдать приказ привезти для Кира живую рыбу за тысячи километров. Население самого Рима нигде не работало, а жило за счет государственных дотаций, зерном, оливковым маслом и билетами на гладиаторские бои. Помните знаменитое «хлебо и зрелище»? Столичные бездельники имели и то, и другое. А в то же время провинциальных ремесленников и торговцев налоги буквально душили. Причем основой для взимания подоходного налога выступал размер земельного участка, который находился в собственности человека. Римские сборщики налогов сделали очень важное открытие. От земельного налога уйти практически невозможно. Экономика в результате такой налоговой политики постепенно приходила в упадок. Все большее число производителей сельхозпродукции находило способы уклоняться от налогов. Попытки обложить олигархов налогом на роскошь успехом не увенчались. Неравноценный товарообмен с Китаем вызвал бегство капитала из империи. Товарно-денежные отношения уступили место натуральному хозяйству. В казне не нашлось денег даже на содержание армии. И мелким хищным соседям-варварам оставалось просто добить умирающего гиганта. Вам не кажется, что история имеет свойство повторяться? И аналогии с днем сегодняшним можно найти сколько угодно. Может быть, нам всем пора сделать правильный вывод. Нельзя же бесконечно повторять одни и те же ошибки. Тем более, если за них приходится платить так дорого. Могучая римская империя пришла в упадок и была разрушена варварами. Европа погрузилась в трясину средневековья. Рухнула промышленность, деградировала система образования, обветшали транспортные магистрали. Наступила феодальная раздробленность. Власть королей носила чисто номинальный характер. Почему на Западе настали столь мрачные времена? Каким образом единое экономическое пространство Римской империи разлетелось на тысячу осколков? Попытаемся отыскать ответы на эти вопросы. Римские императоры веками создавали эффективную налоговую систему. С падением государства эта система тоже ушла в прошлое. Феодалы собирали дань каждый в своем владении. Даже король не имел права облагать налогами все государство. Он кормился только со своей водчины, как обычный веконт барон. Поэтому он был слаб. Несколько графов-князей маркизов, объединив свои усилия, могли затравить короля словно зайца. Его выручала только церковь, ведь он был помазанник божий. Вся эта феодальная раздробленность, рыцарские забавы, беспредел бравых баронов очень надоедали нормальным людям – купцам, промышленникам, крестьянам. Они старались поддерживать усилия короля по созданию централизованного государства. Но эти люди не умели ходить строем, не владели навыками стрельбы из лука и умением протыкать человека шпагой. Чем же тогда они могли поддержать монарха? Правильно, своими деньгами. Король мог созвать представителей разных сословий на заседание парламента и попросить их согласия на сбор налогов. А средства эти потратить на создание армии, строительство кораблей, крепостей и прочих полезных для обуздания феодалов штучек. Так возникла традиция. Налоги можно вводить только согласие парламента. При поддержке прогрессивной части населения европейские короли смогли победить графов, баронов и прочих маркизов и создать, наконец-то, большие централизованные государства. Заодно они присвоили себе право собирать налоги на всей территории страны. Хорошему привыкаешь быстро. Монархи со временем забыли добрую традицию. Они стали вводить налоги, не спрашивая согласия парламента. И народ этого своим королям не простил. Началась эпоха, буржуазных революций. Что интересно, все они проходили по очень похожим сценариям. Давайте вспомним, как это было. Северная Америка. 13 английских колоний в конце 18 века поднимают восстание. И после ожесточенной войны за независимость создают новое государство – США. Почему земляки Джорджа Вашингтона подняли восстание? Чем они были недовольны? Может быть, англичане ущемляли права и свободы колонистов? Свободу совести? Свободу слова? Право на справедливый суд? Какие-то другие священные права, закрепленные затем знаменитых первых поправках в американскую Конституцию? Нет ничего подобного. Инноваты опять налоги. Что поделаешь, не любят граждане платить государству. И больше всего людей возмущает, когда налоги слишком высоки. Так как же развивались события? За несколько лет до начала в Америке войны за независимость британский парламент принимает закон, которым устанавливается гербовый сбор. Вы хотите оформить какой-то документ? Для этого нужно купить официальный бланк, плата за который и составляет тот самый гербовый сбор. Дело, в общем, обычное. Но заокеанских колонистов возмутил не сам налог, а его размеры. По этому закону сбор в Америке был в 10 раз больше, чем в Англии. Причем такое жесткое правило вел английский парламент. А депутатов от Америки туда не избирали. Начались волнения. Они проходили под лозунгом «Нет налогов без представительства». Это значит, мы согласны платить налоги только в том случае, когда их устанавливает парламент, в котором сидят избранные нами депутаты, наши представители. Сначала английский король уступил, и размер гербового сбора был снижен. Но через несколько лет британцы взялись за старое. Они резко увеличили налоги и таможенные сборы для жителей американских колоний. Те взялись за оружие. Несправедливость налоговой системы спровоцировала революцию. Проходит несколько лет после американских событий, и революция вспыхивает уже во Франции. Хотя на первый взгляд здесь ситуация была немножко иной. Свиреп авторитарный режим, никаких прав и свобод. Любого человека, независимо от социального статуса и материального положения, могут без суда и следствия по приказу короля бросить в мрачную тюрьму Бастилию. Веками народ терпел произвол королевской власти, а в 1789 году почему-то не выдержал и вышел на улицы Парижа и разнес по кирпичикам эту самую Бастилию. По этому поводу во Франции до сих пор 14 июля проводятся пышные военные парады. Как назревала революционная ситуация? Восстановим всю цепочку причины следствия. Французские короли давно перестали созывать парламент, но налоги собирать они не забывали. Отсутствие финансового контроля до добра не доводит. Короли распоряжались собранными налогами не очень разумно. Эти деньги нужно было тратить на армию, транспортную систему, поддержку промышленности, образование, на прочие полезные для общества вещи. Но многочисленные людовики, сменявшие друг друга на троне, расходовали их на строительство дворцов и фонтанов, на проведение пышных балов и содержание огромной толпы бездельников придворных. В общем, денежки в один прекрасный момент в казне закончились. Французские короли к тому времени основательно подпортили свою кредитную историю, и банкиры уже не хотели давать им займы. Возможно, если бы коварные Ротшильды не отказали французскому двору финансовой поддержки, история бы пошла по другому пути. Но Ротшильды отказали, а Рокфиллеры тогда еще в силу не вошли. Пришлось очередному Людовику смирить королевскую гордыню и созвать парламент. «Дайте, братцы, денег!» — так можно кратко перевести с французского на русский речь короля перед депутатами. А те ему в ответ. «На королеву свою посмотри! Она у тебя как елка новогодняя бриллиантами увешана! Продавай эти камешки, вот тебе и деньги!» А еще сократи на пару тысяч человек свой придворный штат. Тогда мы с тобой, величество, и поговорим о введении новых налогов. Король вначале удивился, а потом обиделся. Велел разогнать непослушный парламент. Но депутаты расходиться отказались и провозгласили революционный лозунг «Свобода, равенство и собственность». Это уже потом почему-то вместо собственности вставили какое-то непонятное братство. Историю английской буржуазной революции, которая случилась за 150 лет до французских событий, мы пересказывать не будем. Все было точно так же. Неразумные траты двора, созыв парламента для ведения налога, отказ депутатов, удивление обида монарха, революционные лозунги отважных парламентариев. А затем и казь короля с формулировкой «государственная измена». То есть неразумное использование собранных с населения налогов было провозглашено как самым тяжелым преступлением. Так начинался капитализм. Так возникали современные государства. Так формировалась налоговая система, которая используется и сегодня. А как повлияли налоги на нашу историю? У России и здесь свой собственный неповторимый путь. Или в этой области социальных отношений мы ничем не отличаемся от других стран и народов? Российское государство существует уже более тысячи лет. Каких только событий не происходило в нашей истории. Призвание варягов, крещение Руси, битвы с кочевниками, татаро-монгольская ига, убийство царей, крестьянские восстания, казачья вольница. Менялось многое, и лишь одно оставалось неизменным. Налоговая система становилась все более жесткой. А когда налоговое бремя абсолютно невыносимо, начинался русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Давайте рассмотрим основные этапы становления системы налогообложения нашего государства. На заре Киевской Руси между славянскими племенами и князем существовало соглашение. Он со своей дружиной защищает мирное население от воинственных соседей. А древляне, вятичи и прочие кривичи по очереди кормят своих защитников. Примерно полгода князь и товарищи проводили в так называемом полюде. Они перемещались по стране и гостили у различных племен. Те бравых вояк кормили, поили и давали еще кое-что сверху. Все были довольны. Но однажды возник конфликт. Князь Игорь Старый решил погостить у древлян два раза в год, а не один, как было положено по налоговому соглашению. Древляне повторно выплачивать налог отказались. Мало того, они на минутку забыли о том, что всегда были людьми мирными. Друг взяли, да и разгромили княжескую дружину. А самого Игоря привязали к двум согнутым деревьям, которые потом отпустили. Так, за попытку удвоить налог, жадного князя аккуратно разделили на две половинки. Вместо умножения получилось деление. За мужа отомстила княгиня Ольга. Она осадила столицу древлян, а затем предложила непокорным налогоплательщикам компромисс. Платите подать, и я прощу вам смерть князя. Подать древляне должны были заплатить необычную. Каждое домовладение обязано выдать Ольге по воробью. Княгиня свою подать получила. Затем каждому воробью к лапке была привязана горящая пакля, и птичек отпустили на вулю. Их было ровно столько, сколько в городе имелось частных домов. Пожар получился знатный. Историки утверждают, пример древлян очень наглядно показал, что бывает с людьми, которые пытаются абсолютно честно платить налог. Княгиня Ольга после смерти мужа стала регеншей при своем малолетнем сыне. Звали его Святослав. Когда князь стал взрослым, он прославился своими воинскими подвигами, главным среди которых была победа над хазарами. Этот народ создал могучую империю, которая благала Данию покоренные народы, в том числе и славян. Хазарский налог составлял 10% от размера имущества. Вроде бы достаточно много. Однако у хазар сбор налогов был организован из рук вон плохо. Ставка определялась на глазок, поэтому на практике собиралось не 10%, а значительно меньше. Святослав, как и положено настоящему популисту, пошел навстречу народным чаяниям. Он отправился с походом на хазар, победил их и разрушил хищную империю. Народ вздохнул с облегчением, но радость налогоплательщиков длилась недолго. Скоро выяснилось, что хазары, облагая налогом покоренные племена, выполняли одну очень важную функцию. Они держали в страхе кочевников. Исчезла с карты хазария, на Русь обрушились половцы. Славяне сообразили, что щадящий налог лучше, чем полное уничтожение и расхищение имущества. Однако настоящая беда пришла позже. На Русь пришли монголы. Погорев страну, они снова обложили население налогом. Его размер составлял те же 10%, что при хазарах. Но был один нюанс. Свою дань монголы собирали полностью. Систему сбора они выстроили четко. Территория страны была поделена на финансовые округа. В столице каждого округа сидел монгольский налоговый инспектор Баскак. В его распоряжении была монгольская налоговая полиция, отряды боевых войск Чингисхана. Баскак на местах проверял полноту сбора налогов. Недобросовестных налогоплательщиков уничтожали на месте. Народ бедствовал. Надо было что-то делать. Выход нашел князь-патриот Александр Невский. Он уговорил своего побратима, хана Золотой Орды Батыя, изменить систему сбора налогов. Чтобы вместо Баскаков этим занимался один из русских князей. И для этих целей ему выдавался специальный документ, ярлык. Монголы через некоторое время согласились с этой идеей. В основном из практических соображений. Так можно было сэкономить на содержании персонала. В налоговом ведомстве Золотой Орды ставки Баскаков ликвидировали, а налоговая полиция была расформирована. Но жизнь показывает, что экономить можно не на всем. Собираемость налогов с покоренной Руси после введения новой системы резко снизилась. Вернее, не собираемость, а доставляемость. Русский князь старался собрать 10% полностью. Но монголы получали значительно меньше. Часть налоговых средств оседала в кошельке князя. Одного из самых успешных налоговых инспекторов на Руси так и прозвали Кошельком, то есть Калитой. Именно с князя Ивана Калиты началось возвышение ранее никому неизвестного города Москва. Этот город, ставший центром новой могучей империи, возвысился за счет концентрации налоговых поступлений со всей Руси. Кто сидит на финансовых потоках, тот правит миром. Московские князья открыли эту истину задолго до Ротшильдов. В учебниках истории много говорится о том, сколько бед принесла Руси феодальная раздробленность. Историки поют хвалу московским князьям, которые эту самую раздробленность прекратили и создали единое русское государство. Все правильно. Заслуги Калиты и его потомков преуменьшить невозможно. Но почему они создали единое русское государство? Князья, конечно, были русскими патриотами, но это были очень жадные патриоты. Прибирая к своим рукам все новые земли, московские князья тем самым увеличивали налогооблагаемую базу. В отличие от Западной Европы, где короли не имели права собирать налоги на территории всего государства, на Руси все финансовые потоки направлялись прямиком в столицу. Продолжим тему российской истории. Что мы знаем про Петра I? Великий царь, великий во всех смыслах, верзила ростом выше двух метров, провел в огромной стране масштабные реформы, которые определили будущее России на целое столетие вперед. Царь реформировал армию, систему образования, ввел в обиход европейскую моду, научил русских курить табак и есть картофель. Все это знает в России любой школьник, но мало кто себе представляет, что все эти грандиозные преобразования стали возможны только благодаря проведенной Петром налоговой реформе. До реформ Петра многие деревенские дома и наделы в России пустовали. Масса людей бродяжничала. Они не работали и, соответственно, налогов никаких не платили. Ведь со времен татаро-монгольского Ига податями облагалась только пахотная земля. Это называлось налог Сахи. А сядешь на земле, начнешь работать, сразу превратишься в налогоплательщиков. Население платило государству и еще одну подать. Налог с дыма, то есть с каждого отдельного дома. Казалось бы, уклониться от такого налога невозможно. Но русские крестьяне – люди смекалистые. Они начали селиться по нескольку семей в один дом. Такие сельские коммунальные квартиры получились. Однако и русские налоговые инспекторы тоже дураками никогда не были. Они в ответ стали облагать налогом каждую наружную дверь, поскольку именно их количеством определялось число семей в доме. В результате крестьяне заколачивали лишние двери, потом вообще бросали дома и бежали, куда глаза глядят, становясь вольными казаками. Российская экономика, как вы понимаете, от этого крепче не становилась. Петр I полностью изменил налоговую систему России. Налог с сахи и с дыма он упразднил, а вместо них установил единую подушную подать со всего мужского населения. Причем вольные крестьяне платили более высокую подать, чем крепостные. Крестьянам было сложно понять, как государство может облагать налогом душу. Ведь душа – объект нематериальный. Но разве это кого-то волнует? Налогоплательщик вовсе не должен понимать суть налоговой системы. Главное – исправно платить государству положенное. Вы спросите, а чем этот новый налог был лучше старых? В чем проявилась гениальность великого царя? Дело в том, что подушный налог стимулировал хозяйственную активность. Его размер был фиксированным. Заплатить государству определенную сумму и все заработанное сверх этого можешь оставить себе. По крайней мере, так должно быть в теории, так утверждал знаменитый шотландский экономист Адам Смит. Но умом Россию не понять. И русская действительность всегда опровергает любую теорию. Особенно, если эта теория разработана на Западе. К удивлению Петра, новые налоги не принесли большой прибыли государству. В переписных грамотах было указано общее количество мужчин. А сколько из них могло работать на самом деле – неизвестно. Да еще особо ушлые крестьяне, уклоняясь от переписи, подкупали царских чиновников. Тогда Петр решил провести новую перепись. Он знал, что в каждом городе и монастыре находятся толпы безработных, непереписанных бродят. Безделье было образом жизни значительной части общества. Царь постановил – каждый будет или работать, или платить налоги. У безработного было три основных варианта. Платить подушную подать, стать крепостным и жить без податей, поступить на государственную службу – военную, либо гражданскую. Был, правда, еще один вариант – стать рабом на галерах. Но он почему-то никому не нравился. Большинству бродяг было удобнее стать крепостными. В этом случае подушную подать за них платили хозяева. Примерно так же, как сегодня социальные выплаты за работника перечисляют в казну его работодатель. Поэтому количество крепостных при Петре резко выросло. Помещики должны были принимать под свою власть всех желающих. Так Россия стала страной крепостных и их хозяев. Каждый из которых сам был государевым холопом. То есть рабство играло роль инструмента, который гарантировал сбор налогов. Реформы – занятие очень затратное. Чтобы создать российский флот, вооружить армию современной артиллерией, построить на болоте новую столицу, требуются деньги. Поэтому на ведение подушной подати Петр решил не останавливаться. Петр Первый находил все новые и новые объекты для налогообложения. Например, церковь. Когда ему требовался металл для пушек, он отбирал у церкви столько церковных колоколов, сколько было необходимо, и переплавлял их. Он обложил налогами продукты питания, рентные платежи, одежду, лошадей, шляпы, обувь, жилье, мельницы, рыбный промысел, пивоваренное дело, винные погреба, печные трубы, воду и общественные бани. Частная жизнь подданных тоже не была оставлена без внимания. Царь вводит налоги на рождение детей, свадьбы, похороны, бороды, отказ от крещения. А еще особый налог для иноверцев. Его должны были платить все, кто не считал себя православным. По каким-то непонятным причинам император Всероссийский не ввел некоторые виды налогов. Например, налог на поместье и наследование имущества. Зато вся торговля, как внутренняя, так и внешняя, была обложена налогами со всех сторон. Вводится гербовый сбор, наркоммерческие документы, юридические и прочие акты. Они фиксировались только на специальной гербовой бумаге, которую правительство продавало по чудовищно высоким ценам. Была установлена государственная монополия на торговлю с солью, соленой рыбой, табаком. Для управления этими мощными потоками налоговых поступлений Петр создал специальное учреждение под названием Сенат. Состоял Сенат из десяти высокопоставленных чиновников. Они занимались тем, что изобретали новые способы увеличения государственных доходов. На оплату их услуг царь денег не жалел. Хорошие финансисты всегда были в цене. Петру было проще. Над российским бюджетом тогда работало всего 10 сенаторов. А современный Сенат, Совет Федерации, состоит из 186 членов. Да и штаты налоговых и финансовых органов России с тех пор основательно выросли. И всем этим многочисленным чиновникам нужно по-прежнему платить хорошую зарплату. Спрашивается, за чей счет банкет? Правильно, бюрократов кормим мы с вами, обычные налогоплательщики. Всемирная история подтверждает, сбор с населения налогов – единственный способ существования любого государства. Нет ни одной страны в мире, граждане которой были бы освобождены от обязанностей отдавать часть своих денег в казну. И, как правило, большая часть людей недовольна имеющейся в их стране налоговой системой. Недовольные американцы, англичане, французы, корейцы, австралийцы, бразильцы – абсолютно все. Граждане России исключением не являются. Что же представляет собой современная система налогообложения России? Вы не поверите, она примерно такая же, как во всем мире. А поскольку любая система, в том числе и налоговая, защищает интересы правящего класса, то равенством или какой-либо социальной справедливостью здесь и не пахнет. В нашем случае это делается через налоговый кодекс. Иными словами, бедные всегда платили больше налогов, чем богатые. И в кризисные годы эта ситуация обостряется многократно. А что делать налогоплательщику? Как снизить непомерное налоговое бремя? На самом деле все предельно просто. Для того, чтобы платить меньше налогов, нужно выполнить два условия. Первое – это иметь собственный бизнес. Второе – быть как можно богаче. Несколько слов о первом условии. Нужно четко понимать, что собственный бизнес и работа по найму с точки зрения налогообложения – категории совершенно разные. Простой и очень наглядный пример. Что происходит с предпринимателем, когда он платит за сотовый телефон? Он просто платит и включает эту сумму в расходы. А что происходит с наемным работником в аналогичной ситуации? Ему выдают зарплату, с нее удерживают налоги. А потом он платит за услуги мобильной связи. Внимание! Следите за руками! Секрет фокуса! Перед тем, как заплатить за телефон, работник платит налоги, чего не происходит с предпринимателем или директором фирмы. Теперь вспомним о втором условии. Существует железное правило. Богатые всегда и везде платили меньше налогов, чем бедные. Если кто-то скептицизмом несется к этой фразе, я предлагаю заглянуть в наш налоговый кодекс и другие законы, которые устанавливают правила налогообложения. Итак, небольшой урок налоговой арифметики. Начнем с НДФЛ. Фиксированная ставка – 13%. Значит, чем выше доход, тем больше у вас останется денег после выплаты этого налога. Дальше – социальные взносы. До 2011 года с суммой более 463 тысяч рублей они вообще не выплачивались. В 2012 году этот порог увеличили до 512 тысяч рублей и обложили ставкой 10%. А те, кто заработал меньше, платят ЕСН – единый социальный налог – 30%. Это в три раза больше. Весь налоговый кодекс пронизан этой идеей. Богатые платят меньше. Если бы платили такие же налоги, как все, то картина выглядела бы совсем по-другому. И тогда можно было бы говорить о какой-то справедливости. Мы сознательно не стали подробно анализировать современное положение с налогами в России. Оно мало чем отличается от ситуации во всех остальных странах. Ничего принципиально нового. Так что любой разумный человек это положение сможет себе представить. Мы вам рассказали, как вся эта система формировалась и для чего она нужна. А выводы пусть каждый делает самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok